Реагировать нужно как можно скорее. Жители одного из садоводств в Ангарском округе пострадали от разлива реки Китой. Некоторые дома унесло течением, другие строения затопило. Несмотря на то, что река постоянно выходит из русла, на территории не спешат проводить берегоукрепления. В чем причина и как сейчас обстоят дела в зоне подтопления в курсе Олег Федоров. Я беру жизнь, конечно, такое смотреть. Это не хроники с прошлогоднего наводнения в Тулуне, хотя очень похоже. Такую страшную картину несколько недель назад вынуждены были наблюдать жители садоводства Ясная Поляна в Ангарском районе после выхода из русла реки Китой. Огромный дом, будто кусок пенопласта, унесло стремительное течение. Соседям с противоположной стороны реки повезло чуть больше, но продолжать жить в подтопленных жилищах просто невозможно. Дом в аварийном состоянии, то есть, ну, восстанавливать там уже не удастся его. Смыло участок на одну третью, вот. Ну, было это вообще, то есть, жильем моим жил я там. Вот, ну, сейчас приходится еще доказывать по суду. Судить о непростой ситуации жители садоводства могут хотя бы потому, что этим летом Китой поглотил сразу пять метров береговой линии. С высоты птичьего полета видно, как дома, стоящие на изгибе реки, вот-вот сойдут с фундаментов. На нашей улице вроде самое высокое место, и то началось обрушение. Плюхает каждый день, каждый день подмывает. Страшно, конечно, очень страшно. Ситуация эта возникла неспонтанно, длится уже несколько лет. Река меняет русло, подмывает автомобильную дорогу. Под угрозой затопления еще нескольких садовых товариществ. А берега укрепления отсутствует напрочь. Районная администрация в этих вопросах бессильна и ждет помощи от областного правительства. Все объекты водного значения находятся в областной собственности. То есть это полномочия органов государственной власти Иркутской области. Тем не менее, данные органы нам сейчас помогают. И планируется выделение определенных средств на выполнение работы как по берегу укрепления, так и по компенсации. Ответ на вопрос, как скоро необходимая поддержка будет оказана подтопленным территориям, в правительстве региона нам пообещали дать в самое ближайшее время. Ведь история, подобная Тулунской трагедии, не должна повториться. Олег Федоров, новости по будням. Продолжение следует...